А следующая новость для старшеклассников, желающих подзаработать. В Крае опубликовали реестр так называемой «пятой трудовой четверти». А проще говоря, список рабочих мест, куда могут устроиться подростки на подработку летом. Моя коллега Анастасия Наборщикова знает, сколько готовы платить несовершеннолетним алтайские работодатели. Настя, если не секрет, это хотя бы больше 10 тысяч рублей? Можно даже больше 20 тысяч заработать, но обо всем по порядку. Всего вакансии около 10 тысяч. Юных работников учат почти в каждом районе края. В списке нет только Благовещенского и Волчихинского районов. Чаще всего школьникам предлагают вакансию строителя. Необходим ремонт и благоустройство школы или села, например. Что конкретно придется делать ученикам и подойдет ли эта вакансия девочкам? Неясно, но такой запрос самый частый. Мы решили изучить реестр «пятой трудовой» и нашли вакансии библиотекаря и святооператора в Завьяловском районе. Девочкам наверняка подойдет работа в столовой Ребрихинского района или прополка картофеля в Благовещенском. Правда, зарплата не указана. Как и ряд документов, которые необходимо собрать школьнику по умолчанию. Ребята, старшеклассники, чей возраст составляет 14 лет, для трудоустройства необходимо их родителям получить согласие органа опеки и попечительства, а также согласие родителей, что они разрешают им трудиться. Кстати, 17,5 тысяч рублей – это та сумма, которую предлагают большинство – 93%. Ниже нет, но самую высокую зарплату предлагают в Заринске на деревообрабатывающем комбинате – 23 тысячи. Правда, такая вакансия всего одна. Больше всего рабочих требуется в Барнаульской школе номер 26. Там открыли сразу полтысячи вакансий. Школьникам предлагают работы по комплексному благоустройству и ремонту зданий. Не связано ли это с закрытием границы оттоком рабочих рук из Узбекистана? Этот вопрос прямо сейчас мы зададим руководству. Здравствуйте, меня зовут Анастасия, корреспондент телеканала «Толк». Сейчас увидела в интернете, что вы опубликовали сразу 500 вакансий для школьников на стройку. И хотела узнать, что ребятам предстоит делать и зачем так много рабочих рук необходимо. Это апрель, июнь, июль, август и сентябрь. То есть как-то делятся, все-таки не 500 вакансий. Это 500 человек в месяц работают. И что они делают, расскажите, пожалуйста. Ну, работают на участке у нас на пришкольном. То есть это прополка, полив цветов или побелка? Да, да. Что-то типа такого? Нет, это слишком сложно. Только вот на участке с цветочками. Есть некоторые у нас дети, которые в социально опасном положении. Мы стараемся их привлечь хотя бы к какой-то работе. Спасибо вам большое, до свидания. Спасибо, до свидания. Список вакансий можно найти на интерактивном портале по труду и занятости. Мы будем рады познакомиться с теми, кто попал в пятую трудовую или, наоборот, не смог устроиться на работу. Поэтому, если ты готов стать героем сюжета, пиши. Вот так можно заработать 50 тысяч рублей за лето. Неплохой заработок для школьника. Спасибо, Настя.